Сегодня всех подключаю. Хочу поблагодарить за организацию. Да-да-да. Всех приветствую. Вот добавились у вас все участники. Я хочу представить сегодня Константин Пелепишин с нами в праздник. Такой вот замечательный день. Всех также поздравляю с майскими праздниками. Константин Пелепишин здесь специально пришел, чтобы рассказать про свои новые исследования, про свои книжечки, поделиться какими-то интересными фактами, ответить на ваши вопросы. Поэтому будем рады такому совместному общению. Хочу обознать, что такой регламент, поскольку сегодня у нас праздничный день, что у нас есть час. Давайте, пожалуйста, в него попробуем эффективно его использовать. Ну и побеседуем. Для начала я хотел бы попросить всех, у кого, может быть, включен звук, кроме меня и Константина Пелепишина. Да, выключайте микрофоны, чтобы не было шума. И мы начнем. Вопросом еще смотри, как. Если кто, могут задавать. Ты мне вопросы переслал основные. На них я отвечу. А потом, если по ходу. Но в час будем укладываться, пытайте как можете. Что могу, расскажу. Так, ну, давайте начнем. Ну, меня уже, наверное, знаете все, если Женя. Все уже читали, все, да. Да, да, Константин Пелепишин меня зовут. Да, Женя, спасибо за организацию сразу, потому что собраться в нашем кругу это очень сложно. Да, мы, кстати, хотели поздравить тебя-то с выпуском двух книг, да, целых семь книг. Это такой вот труд за большое количество времени, все вложенное в книжки. Это прям, ну, это такая вот высокая цена нашей практики. Это очень здорово, да, поэтому благодарю. Ну, начнем с того, что писал ее три года, поэтому я выпал как-то вообще с сайтов Херманти и так далее. Меня уже многие потеряли, спрашивали, где ты? Я объяснял, подождите, скоро появлюсь. Начал я в 18-м году писать, но задумка была давно. Сначала я про книги расскажу, потом по вопросам и ответим. Потом Женя просил по анализу рук, как я это все делаю. Я вам здесь картинки заготовил, я покажу, на что я обращаю внимание. И мы здесь с вами разберемся. Задумка была давно. После выпуска первых книг, ваша карма на ладони, которую читали, было такое понятие обобщить, то есть дать философию. Потому что в восточной философии я где-то сам, ну, не собрать бы, года с 12-го, наверное. Пришел туда, ну, как говорится, случайно, но не случайно. То есть случились ряд событий в моей жизни. И я задал себе вопрос, ну, вернее, почему с хорошими людьми происходит плохая вещь. Ну, как многие, наверное, задают. Нашел ответ, я его нашел, долго искал в восточной философии. То есть карма, судьба и так далее. Но с этого все началось. То есть карма, реинформация такая. Сам не верил сначала, то есть был жестким таким прагматиком. Но потом с проверкой, временем, то есть это все, понял, что это все работает. Более того, когда я влезу туда в восточный философский восточное учение, многие их не принимают, я их сразу нагазывать не буду. В них очень много чего есть. Во-первых, первоэлементы. То есть у меня здесь ряд семинаров хранит. По первоэлементам строится там система по цвету, по маникюру. У меня семинары есть. Недавно мои новые увлечения по камням. То есть камни влияют на энергетику человека, способы коррекции. Поэтому здесь очень много там можно найти. И все, это, конечно, немножко завуалировано. Но если начнем катать, мы найдем. Ну, книги уже, наверное, все приобрели. То есть вот они так выглядят. Первый и второй том. Сам офигел, когда написал. То есть три года писал, потом у меня получилось 650 страниц. Отправил ее в ряд издательств. Первое, что многие не ответили вообще. Но я так понял, что, наверное, объемы испугались. Ответила та же Амрита Русская, с которой она меня печатала. Хотел сделать все как лучше. Ну, и с обложкой хорошей, и с закладкой, и так далее. Мне сказали, и с цветными картинками. Мне сказали, успокойся. Потому что если мы это все сделаем, книга вообще продаваться не будет. Они обсчитали где-то это в районе 3,5-4 тысяч будет. Ну, для нормальных людей это все-таки не будет. Ну, то стоимость книжки, да, получается, толстая. Да, все технически. Я подходил к этому как хироманцы, а они подходили к этому как коммерсанты. То есть они меня читали, хочешь, вот так. Но она не продастся. Первый тираж, кстати, он небольшой. Он вышел на 300 гентеров. Поэтому первые, кто приобретает, то есть это первые будут люди, которые прочитали. Потом по мере продажи, то есть они будут печататься. Два тома разделило издательство. То есть по-другому никак. В первом 640 страниц, где-то примерно. В втором 460. Первое, то есть начал с кармы. Как она образуется? Почему это нужно? Ну, на этом строится вся восточная философия. Не понять, как она работает. Не понять, как образуется наша судьба. Ну, смысла в этом читать дальше книги нет. Там очень много направлений. Но направление отписался, ну, пытался написать это все простым языком. Потому что если считать вот цветы и писания, на которые опирался, там, конечно, без знаний, без учителя, то есть это очень сложно разобрать. Второй раздел я сделал негативные знаки судьбы. То есть как они отражаются. Многим это все знакомо. Пытался внести свое мнение. Особенно там по сексуальности, потом по денежным моментам. То есть вы это все увидите. Знаки работающие у меня, и я их проверял на практике. Самый большой раздел вообще в книге про любовь. Потому что, ну, все вы знаете, мы все приходим в это уже для счастья. Так как мы большую половину своей жизни проводим со второй половиной, то есть мы должны быть счастливы. Поэтому как строиться, как нужно строить, как не ошибиться, то есть как возникают проблемы, как преодолеть. То есть я вот это все описал. Ну, надеюсь, там простым доступным языком. Заканчивается первая книга, и начинается вторая. Во второй книге уже более-таки практичные, как для хиромантов, уже моменты. Начали, начали я с карьеры. Как образуется карьера в этой части очень много денежных знаков. Отчасти кто читал внимательно мои книги, то есть там есть, дублируется. Но я просто их, как хотел, чтобы человек, читавший этот раздел, то есть мог искать знаки у себя. Допустим, линия пошла туда, то есть усилий, то есть посмотрел, откуда придут деньги. Как меняет судьба? То есть денежные блоки убираются. Потому что на моем примере очень часто люди зарабатывают определенное количество денег, а они останавливаются. Как снять вот эти денежные блоки и как их проработать, тоже есть книги. То есть внимательно прочитайте, увидите. По здоровью. Здоровье, я считаю, это один из самых удачных разделов в моей книге. Но один из самых сложных. То есть часть я вставил из пятой книги, вот так адаптированные моменты. И очень подробно написал про чакр. Семь чакр, как они образуются, что на что влияют, как их закрывают родители там и так далее. Формирование всего судьбы через чакры, через здоровье, что какой орган там на него подключен. Вы когда прочитаете, вы реально поймете, как работает судьба. Я по здоровью работаю достаточно долго, уже не даст соврать. Мы, когда вместе давно-давно начинали, как раз искали вот эти работающие методики. Кто-то брал у Стайновского, кто-то там в других моментах, у других лекторов. Ну, как бы у меня здесь на основании Товстунова, доктора Товстунова, физического астролога, хироманта. Хироманта навряд ли, конечно, астролога и натуропата и так далее. То есть все его многие слушали, с его лекции начинал. Я как раз очень ценный момент по чакрам. Как что работает, как мы что даем, как принимаем. То есть демоны дорабатываем. То есть это все можно посмотреть и увидеть. Духовность раздел будет интересен тем, кто пойдет дальше. То есть как она формируется, что такое духовность, как работать именно с собой, как заставить себя пойти там мантры читать и так далее. Все там отображено. Ну и последний раздел, мои исследования. Ранее нигде не публиковались, за исключением этого раздела по детям. Вопросы меня там задавали. Сразу, чтобы не бегать, то есть уровень. Сколько был задан вопрос, по-моему, статическая, погрешная непосредственно статика. Сколько я занимался. Посмотрите, первый, как бы это сказать. Первый раз, это, наверное, было прочитано в 12-м году. То есть как определять детей, как по детским линиям, то есть определять продолжительность жизни, какие болезни и так далее. В 12-м году это было прочитано на конференции, перед этим я 3 года занимался. Потом, что, потом после этого я ее подадаптировал немножко. Вот у вас там конечный результат, как работает, как линия детей располагается, как она идет, то есть как что смотреть. И там, чтобы вы понимали, в сравнении с рукой матери. То есть берется рука матери, высчитывается продолжительность жизни. Но погрешно все равно, мы не отметаем там просто минус 3 года. Я написал, почему. Ну и основные события там, и там они перекликаются. Я думаю, что Женя вам разошлет оригинальные рисунки книгам. Там вы все это можете увеличить, увидеть. Кому нужны еще оригинальные рисунки, там я пришлю. Если вы хотите заниматься полностью, ради бога, разбирайте. Вот, по моей новой методике, по определению братьев и сестер. Бог холма Любитера, но по аналогии с линиями брака. Кто туда только что не соединял духовных учителей, и вообще кошек, и собачек, и птичек, сколько у людей там есть. Я решил туда соотнести братьев и сестер. По технике, мы ее проговорим, я вам там тоже подскажу, если в определенном моменте нюансов. У меня она работает. Более того, что первое, если познакомиться с книгой, я ее подсмотрел у Саши Фентон. Книжка синенькая, помню, я как раз с нее начал. Свой закод, как говорится, к романтике. Но там она в одном предложении, в одном столбике. Я это расширил, проверял года четыре. Ну, по крайней мере, у меня она работает. Работает четко по определениям, то есть по знаком тюрьмы. У кого-то там брат сядет, не дай бог, сестра и так далее. Это все нужно увидеть. Ну и микрообразы. Самая такая тема, которая практически закрывает мою книгу. Я уже получил две претензии. Что ты это все содрал у меня. Одна претензия, мы знаем, открою прилетела. Тихо промолчим. То есть, который себя человек считает, что он Буру и Кене. Открыто было это Владимиром Васильевичем. По-моему, в 92-м, да, Женька, не ссылку с газеты присылал. Я в 95-м. И вторая, еще не буду оглашать человека тоже, что я у него что-то не посмотрел. Но на самом деле, то есть, хотите, верьте, хотите, нет. Ни у кого ничего не смотрел. Тисто мои наработки. Там очень важно в микрообразах, на что хочу обратить внимание, маленькие микрообразы, они работают у меня лично на год. То есть, человек даже если не осознает, то у него появится. Там определенные буквы, определенные цифры, определенные образы, с определенными волосами, с определенным нездоровьем. То есть, это все видно где. Как вот, там, когда человек поднимается по линии жизни, там я примерно нарисовал, как все делается. Люди это все понимают, потом приходят благодаря. Особенно люди любят микрообразы. У меня есть повторные консультации. Расскажи мне что-нибудь, что у меня там изгнилось. Этот человек ушел, этот человек не ушел. То есть, это интересно. Для чего это нужно? Но, как правильно говорится, то есть, они располагают к себе клиента. Когда вы опишите, какого он там человека, и человек узнает, что он расположен к вам, и с ним можно уже беседовать без его закрытия. Он вам все расскажет, и сам будет все это рассказывать. Вы только слушайте внимательно. И так далее. Ну и последнее, там, заключение, в принципе, пожелания к вам для дальнейшего развития. О чем состоят книги? Ну, я надеюсь, что они, как можно говорить, зайдут вам. То есть, будут вопросы, либо сами пишите, либо через Женю. Можно будет собраться в дальнейшем что-то. Сейчас смотрите, что я открыл для себя. После того, как я написал книги, я сейчас открою дальше свои секреты. Я сейчас учусь на психологах. Уже 15 месяцев учиться, практически 7 месяцев я отучился, и осталось, ну, еще там, практически чуть больше половины. Я сейчас нахожу очень сильные перечения в том, что в ведических источниках, которые я описываю, именно современной психологии. Поэтому я сейчас сижу и просто сам балдею под себя, как у меня такое получилось. Сам себе не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. и перечения очень сильные. Вот недавно я сейчас свою книгу «Транзактный анализ» и Серег Берн написал. Вот один в один то, что я писал. Я окей, ты окей, как это все работает. Но методом простым языком то есть люди к этому приходят. Хотя это было описано было 5 тысяч лет уже в восточных учениях. Ну, наверное, по книге все рассказал, по вопросам. Я сейчас, конечно, в этой системе, в новой, я, конечно, не сильно соображаю, я буду пытаться сейчас встречать на ваши вопросы, показывать, при этом картинки. Если у меня что-то будет не получаться, Жень, подняй, говори, я буду включать. Так, где мы с вами? Хорошо. Когда нужно что-то найти, как говорится, найдешь. Сейчас мы ее откроем. Давайте вот с этой начнем. Не знаю, что сейчас откроется, но мы... А, вот, как раз то, что нужно. Корову видите? Видим корову, да. Видим корову. Так, ну, во-первых, там был вопрос по судьбе. Сейчас я тоже посмотрю, что у меня маникюрирование рука жизни, парития жизни, предопределение прошлого воплощения. Смотрите, что здесь важно? То есть, мы приходим в этот мир не случайно. Мы приходим в этот мир со своими уже установками. То есть, наше новое рождение это законное продолжение нашей предыдущей жизни. Поэтому мы уже приходим с установками. Что касается социальной психологии, они сейчас, я могу полностью уже так, как полудипломированный социалист, сказать, что к этому пришли сейчас и современные психологи. То есть, они говорят о том, что наш характер, то есть, если мы сейчас не берем восток, весь еще берем, до полутора лет уже формируется. Как мама там обнимала, кормила, или вроде не кормила. То есть, вот эти личные адаптации, то есть, можно сказать, ну, со временем психология тоже работает, но, конечно, нет. В чем суть? Пять видов карм. Правха карма, то есть, это определенное наше там рождение, смерти и так далее. То есть, количество денег, которые вы читали. То есть, у меня в первом разделе, когда мы сосуды благочестия рассматривали, то есть, не меняется что? Не меняются остановки. дата нашего рождения, время идти в смерти. Но при условии в скобочках, если человек не святой. У меня часто очень многие спрашивают, а если кесарево сечение? Кесарево сечение тоже уже представлено у родителей, то есть, человек приходит в определенный момент судьбы. Когда мы приходим в такие моменты судьбы, то есть, у нас получается, что? У нас определяется дата рождения, и мы рождаемся в первых числах, которые, ну, Женя, я думаю, что он преподавал, но мирология, то есть, несут и основные черты нашего характера, и наше предназначение. Вот, дополняя дальше, я буду рассказывать, как анализ руки я делаю, то есть, я анализ смотрю, руки не всегда будут достоверны в определенных назначениях. Здесь мне помогает очень сильно нумерология. Допустим, человек пришел, там, рожден, чело души, там, на тройку, то есть, я уже понимаю, что это Юпитер, и эти данные не подвязывают. То есть, могу уже что-то оговорка такая, но святых в нашем мире достаточно мало. Поэтому мы, как бы, мы все всегда умраем, ну, положенные для человека времени. Дальше, количество денег, количество денег мы можем увеличить, но здесь нужно это сделать правильно. Во второй книге я это говорю, как это сделать, как наполнить сосуду благочестия, не за счет распределения собственной энергии. Ну, и последний, как говорится, тип нашей деятельности. Но здесь по восточным учениям там рабочие, специальности управленцы, бизнесмены и бракманы, то есть, учителя, там, врачи и так далее. Поэтому мы банально менять мы можем только количество денег, и тип работы. При этом мы найти должны свое предназначение. То есть, придя сюда, то есть, на нас действует уже прораб Хакаба. То есть, благодаря ей мы перевоплощаемся в ту жизнь и начинаем, то есть, развиваться уже дальше. Исходя из своих талантов, которые мы развивали в прошлой жизни. Что получается? То есть, у нас, напоминаю, прораб Хакаба, которая дает воплощение Дхармы. Карма, это что? Ну, это бутылочные горлышки, то есть, которые обойти нельзя. То есть, иногда нас просто судьба берет и заставляет делать вот это. Каждая, я думаю, что проходила у себя вот эти вот моменты. И обойти их нельзя. У кого-то это проходит жестко, у кого-то проходит в мягкой форме, у кого-то совпадает с астрологическими периодами садисать и семь с половиной лет и так далее. На руках это тоже видно. Потом идет Манаса-карма, то есть, карма ума. То есть, как мы действуем, как мы думаем, как наше мировоззрение. То есть, она помогает нам преодолеть или облегчить прохождение вот этих трех моментов. А дальше уже идет карма разума, бутхи-карма и бутхи-карма и бутхи-карма, то есть, я не буду в нашей жизни. Мы определять только можем первые три вида кармы. То есть, прорабхат, харма и харма ума, Манаса-карма. Вот здесь, на этой картинке, то есть, она мне понравилась, все продемонстрировано. То есть, посмотрите, прихаривает отмир, то есть, судьба и свобода воли. Судьба, то есть, это кулочек, на котором корова находится. Свобода воли, вот эта вот веревка, которая привязана корова, мы формируем в прошлой жизни. То есть, у кого-то вот этот, я не знаю, как он назвал, поводок, который привязан, длинный, у кого-то он короткий. То есть, чем он длиннее, тем мы больше можем менять свою судьбу. То есть, и у нас больше возможностей для этого. Поэтому, если мы просто предположим, что корова ходит по кругу, то есть, у нее и выборы травы, и всего остального, то есть, у нее маленький. Если поводок длинный, то мы можем приблизиться, отдалиться и так далее. Поэтому, как вы работали в прошлой жизни, то есть, мы с вами, такую длину поводка в свободу воли мы не получили. То есть, на практике, я когда ко мне приходит человек, я это все объясняю. Я говорю, я пытаюсь не привязать людям, не запрограммировать, как это можно сейчас в романике. Поэтому часто им говорю, что руки это экстраполяция, то есть, это прогноз нашего будущего. То есть, я вам буду рассказывать это то, что на вашем мировоззрении, которое сейчас есть, на ваш уровень сознания. То есть, на ваше восприятие действительности и так далее. Что это вам что-то изменить? То есть, вы начинаете менять свою судьбу. Но банально, как в физике, то есть, есть какие-то исходные данные, из этих исходных данных формируется наша будущая реальность. Что это, что это поменять в этих исходных данных, что это хрути, и так далее. Исходные данные будут другие. Но при этом, при всем, 50, 60, ну, 70, там, это карма. То есть, карму нельзя убрать. То есть, карму можно отчасти отработать. И вот те события, которые мы должны проходить, это прорабка кармы. Карма, это как раз это определяет. Потом, банальный пример. Я людям объясняю, как меняется. Смотрите, вам, допустим, по судьбе, ну, не вам, условно, человеку должен упасть кирпич на голову. И человек должен остаться инвалидом. То есть, если человек ничего не делает, то так и происходит. Если человек что-то начинает делать, кирпич все равно падает. Потому что по карму он все равно должен упасть. Но если вы идете в правильном пути, то есть он как? То есть он падает либо перед вами, либо за вами, либо на голову, либо, ну, может и на голову, на плечо. То есть он все равно упадет. Поэтому карму он все равно должен отрабатывать. Но в зависимости если у меня есть мировоззрение, вот благодаря монасе карме, то есть изменение мировоззрения, то есть мы начинаем менять свою судьбу. И говорю, то, что я буду рассказывать, вы можете поменять из 50-60 И дальше уже идет свобода воли. Свобода воли как раз уровень того полотна, как у кого здесь нарисовано. Банально, вы можете работать на цехах, вы можете не слышать меня, вы можете просто приходить ко мне. Я говорю, ко мне часто ходят как на работу, раз в полгода приходят, примут за меня решение. Я говорю, любой каприз приходить с решениями, то есть я все расскажу, помогу и без проблем. Поэтому я вот так не навязываю людям то, что скажу. Я говорю, есть такие варианты, есть возможности и есть судьба. Особенно когда в личных отношениях, я людям часто проговариваю, что будет несколько вариантов. Допустим, по разводу, вижу развод. Если ты будешь делать вот так, будет вот так. Если ты будешь делать вот так, будет уже другое развитие событий. Но про эти исходные данные я так и скажу. Я пытаюсь не простым языком до людей все это понесить. Понимают, но, к сожалению, как это говорится. То есть у меня есть своя статистика. Я ее раньше пытался собрать. Это где-то процентов 10 меня слушают. Ну и, наверное, как любого хироманта. 90% слушают потом и приходят. Как я говорю, если люди будут меня слушать, будут проходить каждый год. Это любыми людьми хиромантов. Я говорю, каждый год приходите. Я говорю, мы одно и то же другими словами. У вас все совпадает. Сейчас вы все довольны. Я говорю, давайте будем делать не так. Пусть лучше о чем-то ошиблись. Зато вы свою судьбу поправите. И это часто я вижу, что люди начинают отдвигать какие-то события. Поэтому, к чему я пришел сейчас. Сколько? 16 или 17 лет идет хиромантий. Мы с Женей примерно одного с одних сайтов начинали. По-моему, после фильма «Хироман», когда повальное увлечение было. Он сейчас по первому каналу, кстати, идет с утра. Его показывают. И с этого момента мы начали. Сейчас к чему я прихожу, что судьба реально меняется. В высшие силы Бог нам всегда помогает. Если мы хотим меняться, то мне его помощь чувствуют. Поэтому я за любые изменения. Вот здесь. Дальше. Что очень важно понимать. Есть у меня другая картинка. То есть она выглядит вот так вот. Другая картинка сменилась. Привязанность в ослик с морковкой. Часто люди не понимают, что они творят, как я говорю. Вот именно вот такая комбинация есть часто у людей. Поэтому мы видим и мы идем к своему пути. То есть это самскары, это блоки, это ограничивающие убеждения. То есть они действуют. С этой вот морковкой часто, да не часто, работают как раз современная психология. То есть они раскусывают, что она и что она обозначает. И пытаются как ее убрать. Но в восточной психологии привязанности называют самскары. То есть которые дальше образуются, обрастают вот этими нашими установками и так далее. Они имеют дальше возможности реализовываться. То есть когда мы умираем, то есть душа оставляет тело. Формируется наше будущее реальное служение из того, что мы хотим. Ну прочитайте, там очень интересный раздел. Пытался его сделать в книге во второй про смерть. Вот вы прочитаете, там интересно. То есть я рассказывал, как это все происходит. Как происходит. Поставление тела имеет место в последнем месте. Через какие чакры мы выходим. Потому что мы выходим именно через чакровую систему. Там мы уже и в следующем воплощении не родимся. Как бы не банально звучало, там четыре стадии смерти. Первая стадия смерти, как это не банально звучит, называется просто иллюзия жизни. То есть мы здесь просто играем в какие-то свои игры. Поэтому одна из основных задач наших осознарится привязанность. Кто-то привязан к деньгам, кто-то привязан к идее и так далее. Мы это должны понять и люди нам объясняют. Но пытался сделать это красиво. Сейчас я прочитаю, что у меня здесь еще написано. Так, при земле воплощениями, да. Мы пишем, что это прописано на руке. У нас это и по куче тоже определили. Да, это все определено. У нас это достаточно очень сильно. Определяются также рабкой кармы наши будущие родители. Определяются наши супруги. То есть определяются все эти периоды разводов, там, периоды разводных состояний, которые мы должны пройти. Вот это дхарма-карма как раз и называется. Предразводное состояние, допустим, если мы берем развод. Либо там потеря бизнеса. Это для чего нужно? Для того, чтобы человек пересмотрел, что он делает не так. И начал именно шевелиться. Убрал вот эти привязанности свои и так далее. Может ли наше желание изменить судьбу? Наше желание только меняет судьбу. Мы, как говорят всевосточные психологи, родимся сообразно своим желанием. Желанием. То есть если мы мечтали в прошлой жизни обладать яхтами, то есть мы для этого и критим. Если мы мечтали стать великими музыкантами, то мы родимся в семье, где нам дадут эти стартовые условия. Потом и дальше будем развиваться. Наше желание только меняет. Интеллект влияет на судьбу. Да. Он определяет со знаком Лени и Солнца. Меркория, квадрат учителя и холмы Юпитера. Да. Почему сделан такой вывод? Квадрат учителя и холмы Юпитера. То есть имелось в виду что? Это самые божественные холмы, божественные холмы, которые есть. И в восточной психологике учитать там у меня как правильно проработать судьбу в последней книге. Гуру. То есть правильное понимание жизни отводится очень много. Поэтому, как говорится, вам повезет, если вы в жизни встретите духовного учителя своя. Духовного учителя не имеется. Учителя, который вам там религию поменяет или что-то. Вот для вас сейчас Евгений, он ваш учитель, он тоже для вас учитель. Мы будем считать пока уже не совру, что ты духовный, но учитель духовных идеалов, давайте так назову. То есть он вам определяет и ваше будущее обучение и так далее. Самый респект учителя, то есть как мне Владимир Васильевич Финагиев, тоже отписался по книге. То есть я счастлив, что есть такие люди и я буду рад, если вы меня перепрыгнете. Поэтому, когда ученик готов, то есть учитель с радостью отдает родственным учителям, которые могут его чему-то научить. Это именно высший платаж учителя. То есть если учитель нажимает, не дает развиваться и так далее, то уже учитель низших идеалов, давайте так скажем, никого не обижает. Поэтому холм Липитера, да, определяет. Чем больше холм Липитера, тем больше человек тянется в голову. Чем больше на этом холме знаков. Давайте я вам сейчас что покажу. Я вам покажу именно свое развитие сейчас. Просто чтобы не быть голосом, сейчас я прочитаю первый вопрос. И покажу, как я развивался при написании первой книги. Я раньше фотографировал руки каждые полгода, что у меня там рисовалось. Сейчас у меня знаки перерисовались. Я уже стал и стал мне лень себя фотографировать руки. Потом их отрабатывать в фотошопе и так далее. Чуть попозже покажу. Знаки могут появляться, если человек приходит к Богу. Они так и появляются. Высший пилотаж, то есть если у человека храмы, свастики и так далее. Сейчас мы говорим понятие Бога. Давайте мы сразу определимся. Вера в Бога и религия – это две разные вещи. Я не призываю к религиозности. Чтобы вы понимали. Вера в Бога – это внутреннее состояние души. Человек верит. Человек может просить. Не обязательно до этого выходить в церковь. Храмы создают умонастроение. Для того, чтобы вы пропитались этим настроением. И, к сожалению, все. Тем более многие виды, что сейчас происходит. Никого не осуждая, конечно, в религии. Многие туда сейчас и не затащат. Часто говорят – это в духовности. Это в храм идти. Не пойди. Верьте в него просто так. Вот. Да. Если человек приходит к Богу, то линии начинают рисоваться. Храмы, свастики. Это я часто вижу свастика. Но здесь очень можно тоже понимать. То есть, если вы рисуете храм. Храмы, они как-то по моей статистике не удерживаются. Свастики удержать очень-очень сложно. Я покажу у меня на моей руке. Чуть похоже, что там свастика появлялась. И она потом рассталась. То есть, поставить можно, удержать сложно. Вот. Поэтому по этим знакам, когда ко мне приходят люди, я понимаю. Человек идёт к Богу или не идёт. Верит он в Бога или нет. То есть, храм может быть. Кто читал вот тему по микрообразам в последней книге, там что вы должны извлечь оттуда. То есть, знак может быть в прямом положении и перевёрнутым. Если перевёрнутым, храм стоит в пальцах. То есть, он работает на своего обладателя в положительном случае. Если он перевёрнутым, допустим, храм. Храм тоже может быть перевёрнутым. То есть, человек не определился, допустим, с религией. Человек не определился тем, куда идёт. Но, как говорится, лучше что-то иметь на руках, чем ничего не иметь. Поэтому я обычно направляю. Почитайте эти книжки, почитайте те, и вам будет комфортно, вы поймёте, куда идти. Кажешь, человек при желании способен пройти все этапы с внешней книжной блоки? Да. Самое главное – при желании. Но, к сожалению, желания возникают очень-очень редко у людей. Это по опыту своей вот… Если мы берём практику, у меня где-то 16-17 лет. Чисто только хиромантией. Ну, я сколько? Шесть или семь лет, наверное, занимаюсь только с людьми. Нигде не работаю. Сейчас у меня только приёмы. По три человека в день. В выходные я не работаю. Для себя тоже это сделал. Если я других учу, как правильно жить, то я сам должен правильно жить. Для себя я тоже такую отговорку нашёл. И каждый день в понедельник пытаются по три, но по четыре человека, то есть ко мне приходят. Поэтому здесь вот очень важно, что люди не все хотят меняться. И ваша задача, как хироманта, не дать им трактовку. В 27-ое движение, если в 25 разведёшься, там нормально пойдёшь. А именно почему нужна вот эта психология, которая написала. Как правильно человеку подсказать какие-то из тех проблем, которые у него будут. Только когда вы это всё проходите, когда вы правильно говорите, можете сказать, что вы дали человеку всю информацию, которая она есть. И ещё у меня такое любимое высказывание есть. Я его рано позаимствовал, кто его знает. Не нужно догонять людей и причинять им добро. Вы дали информацию, человек сам должен с ней распоряжаться. Поэтому если вы людям говорите, то есть вы передаёте информацию, всё, ваша миссия на этом закончилась. Если к вам приходят, говорят, потом правильно или неправильно, то тогда я уже с людьми прорабатываю более 5 лет. То есть у меня первая консультация по 2 часа. То есть на ней что разбили? Я разбираю все моменты. Начинаем мы с чего? Начинаем мы... Сейчас меня видно или не видно? Начинаем мы с тыльной стороны руки. То есть тыльная сторона рука по первоэлементам. Первоэлементы в чём заключаются? Кто видел мои семинары, у меня статья, по-моему, лежит с 2014 года на сайте. Если нужно, я Жене пришлю, он вам там разошлёт. Как-то всё работает. Здесь, конечно, нужно отдельно объяснять, но люди с пытливым умом, вы разберётесь. Я смотрю, где проблемы. Где проблемы, отчасти в книге я написал во второй, то есть как увидеть человека, где у него проблемы. То есть это быстрый тест. Допустим, четыре направления. То есть мизинец – это деньги, сексуальность. Безымянный палец для женщин – это партнёр. То есть мы можем посмотреть партнёра. Средний палец – это судьба. И указательный палец – это, соответственно, амбиции. Большой палец – это любовь. И для мужчин, и для женщин. Поэтому что, как ушло, что, где это не так не стоит, какой цвет лака, то есть я уже сразу быстро это всё понимаю. То есть, допустим, приходит девушка, у неё правая рука – это будущее, левая рука – настоящая. Мы смотрим левую руку, как она происходит. Если что, какие-то пальцы отогнуты. То есть я уже понимаю, что где проблемы. С этой проблемой мы уже начинаем работать. Поверьте, ко мне, если гармоничный вид запекают из 100%, то есть процентов 2-3. Если вы скажете, что проблемы в отношениях и так далее, вы поверьте, не ошибитесь. Величина проблемы определяется на первых метрах, на какой паланде стоит. Белый цвет, красный цвет и так далее. Вот. Потом я смотрю цвет лака, для женщин это обязательно стоит. Цвет лака – это очень хорошая помощь для понимания вообще, на какой энергии человек сидит. Здесь человек приходит в чёрном цвете, в синим. То есть там, понятно, проблема по всем направлениям. В синий цвет – это цвет Сатурна. И я понимаю, что накрыло человека всего. Часто отговорьте, знаете, у меня грядки я в синий накрасила, чтобы не красить и не катить. Внутреннее его состояние. Поэтому проводились исследования у меня на протяжении 2-3 лет. Я всё это исследовал. Когда цвет лака меняется у женщины, то есть она почему-то становится и светиться, если синего, и ей становится легче жить. Потому что это в любом случае тоже работает. После того, как я понял проблему, я уже перехожу к рукам. Руки сначала, у меня идут папиллярные узоры. Папиллярные узоры – это стиль нашего мышления. Так как, опять же, могу как будущий психолог сказать, что у нас эти нейронные связи в голове не выстраиваются со временем. То есть у одних их больше, у других их меньше. То есть стиль поведения нашего уже тоже прописан. После того, как я понимаю, где у человека проблемы, где у человека двойственность. Ну, двойственность, чтобы вы тоже понимали, в первой книге там маятники двойственности. Я их описывал очень подробно. Этот доклад я делал, по-моему, на последней конференции в 2020 году. Она была у меня. Прочитайте повнимательнее. Потому что, если, допустим, на указательном пальце стоит банальный завиток, а на одной руке, а на указательном пальце другой, то есть другой популярный звук, человек будет сомневаться постоянно. Допустим, завиток дает оригинальность на одной руке, а на второй руке, допустим, простая дуга дает примитивность мышления. Человека будет тянуть в оригинальность, но он себе не сможет разрешить вот это все, что я придумал в мозге. То есть может какое-то окружение и так далее себя реализовать. Примерно это вот так. Там я еще подробно написал, это посмотрите. По линии сердца. То есть если на одной руке она физическая, на вторая, как любит говорить Сакимов, на одной физическая, а на другой там монашеская и так далее. То есть мы понимаем, что выбор у человека пройдет в отношениях. Если на одной уходит она к Сатурну, там дубой вливается в палец, а на второй руке она идеалистической уходит, блин, по прямой линии на холл Юпитера, понятно, у человека где будут проблемы. То есть мы не понимаем, как говорится, где будут разворачиваться события, где будут разворачиваться боевые действия. То есть мы это все поймем. Я это обычно вижу. Поэтому человек хочет одно, делает другое, партнер видит совершенно третье, то ждут они четвертого. И вот эту непроговоренность мы должны проговорить. Вот это вот очень важные моменты на этом понимании. Сейчас у меня лекция больше, не лекция, а консультация. Больше как психологические. То есть я половину консультаций объясняю, где какие проблемы, как их убрать. Поэтому я пошел учиться на психологию, потому что я понимаю пробел знаний, то есть он большой. И кому нужна ссылка на психологию, то есть я с кем? Если это нужно. Не навязываю, но учат там хорошо. После этого я перехожу к чему? То есть когда мы нашли вот эти проблемы, я понимаю, где у человека маятники, а маятников мы как раз и разбираем. То есть я обычно даю книги. Какие книги я даю, я тоже потом в конце вам почитаю. Если человек не хочет читать, но бывают и такие люди тоже. Тогда даю такие лекции послушать. Но я прекрасно понимаю, что всех не догонишь, а добра всем не причинишь. В любом случае мы тоже должны как проводники. Мне нравится одно известное высказывание. Я услышал это по мнению индусам. Если вы приходите к астрологу-нумерологу Хироманту и вам говорят как жить дальше, значит вам через нас Бог говорит, как изменить свою судьбу. Поэтому можете это взять на вооружение. И тоже говорить своим людям. Потому что здесь мы как проводники. Вы прекрасно понимаете, что не каждый человек к вам может попасть. Особенно если вы сидите на духовном таком уровне, на высоком. То есть не каждый к вам придет. Потому что не каждый может понимание Бога и так далее. будет понимание высших сил. Понимание как меняться. Но вы свой уровень тоже в Хироманте можете оценить. Потому какие люди к вам приходят. Если приходят из цикла удиви меня, расскажи что-нибудь. Мы все с этого начинали. Это пока уровень новичка. Говорите что-нибудь, это нормально. Практика нужна. И потом в дальнейшем, когда вы будете развиваться в эти ступени, вы будете четко понимать. Как вы развиваете, где вы развиваете какие-то проблемы, где нужно что-то почитать и так далее. После того, как мы поняли эти маятники, я перехожу к анализу пальцев. То есть уже мы смотрим популярный узор. Палец, холм. То есть холм это энергия. Палец мы понимаем большой-небольшой. Вот эти вот аспекты я рассказываю. Декие проблемы по пальцам. Допустим, заниженный Юпитер. Что он дает, допустим. Как это все происходит. То есть заниженный, допустим, мизинец. По мизинцам отдельно поговорим. Там вопрос был. Я расскажу, как я его вижу. Здесь отдельная комбинация. Здесь надо поговорить. Ну и так далее. Когда мы закончили пальцы, то есть я уже тогда перехожу к поднятию энергии. Что такое поднятие энергии? В книге отдельный раздел. Помните 70 на 30, 30 на 70 и так далее. Именно как поднять свою энергию. Я людям объясняю. Луна и Венера как работают в каждой женщине. Она сами себя оценит. Прохожу, я это прекрасно вижу. Я говорю, давайте теперь себя оцените по женским энергиям. Луна и Венера дают умиротворение и спокойствие. Венера, допустим, сексуальность. Как человек себя видит не в плане, какой он секс, а именно как он себя преподносит. Как он себя видит именно в женском теле или в мужском. В зависимости от того, кто приходит. И потом я говорю, как поднять вот эту энергию. Потому что без поднятия этих энергий, то есть пока человек на уровень энергетический не выйдет, он будет встречать, как они говорят, не тех партнеров каких-то. Поэтому это очень важный момент. После того, как я вам рассказал, где у них какие-то проблемы. Как поднять? Кого-то я отправляю на танцы. Кому-то говорю, что там вообще как-то все убито. Особенно при Венере. Говорю, вам нужны либо стрип пластика, либо волк, либо джастфанк. Идите поднимать свою энергию. Именно вам нужны грязные сексуальные танцы. У кого попроще. То есть если проблема, человек не может успокоиться. Это уже лунной энергии не хватает. Обычно йога, вышиваль. Такие женские моменты для женщин. Я говорю, кто-то работает, кто-то не работает. Кто не работает, часто приходит. Кто работает, тоже часто приходит. Но потом я говорю, вот отработала, поработала. И я приду, посмотрю. Приходите, посмотрите. Все посмотрим. Но как правило изменений видны. Видны очень-очень четко. Вот. После этого по энергетике, как мы ее посмотрели, я уже начинаю перейти к анализу линии. Но здесь стандарт. Линия жизни. То есть потенциал ВАУ. То есть вот эти разведки. Кстати, я там дал в карьере, когда вы будете читать, как работают на энергетические линии. По линиям жизни. То есть как, куда человек идет. То есть образование получено, пойдет он по нему, не пойдет. Как открывается бизнес и так далее. То есть я людям уже проговариваю варианты. Но я сразу говорю, мы... Я обычно предупреждаю. Допустим, человеку сейчас 25 лет. Я вижу, что у него там бизнес собственный. Допустим, будет 29. Я ему как говорю. Это сейчас тебе не нужно приходить домой. И как Алёнушка с нимцом на 4 года уходить в печаль. То есть не нужно этого делать. То есть ты... Помни, вот это объясняю, как эти там работает карма. Там все, да, вкратце. Говорю, если ты будешь готов к этому, ты созреешь. Я ему помогаю найти предназначение. В том числе и по нейрологии. То есть обычно это все соглашается. Да, я это всегда хотела. Я это всегда была. Да, мне это... Я уже ходила к 25 хироманам, там астрологам. Мне это сказали. Вы уже не первые. Я говорю, давайте я буду последним, то он это скажу. Все, идите занимайтесь. Хватит уже ходить по другим людям. И люди начинают вот... Ну, уже надеясь, что они будут менять. Искать себя. И я что заметил? Когда люди приходят повторно... То есть они говорят... Я говорю сразу, я вам буду говорить, я рук не помню. Я вам буду говорить, как я сейчас вижу. Если вы... Был какая-то нестыковка, вы мне говорите. И очень часто, да, вот бизнес... Недавно девушка была... Да, вы мне говорили в прошлый раз 29, сейчас 27. Я говорю, вот своими действиями, то есть вы начали... Вы сдвинули вот эту вот свою судьбу. Вы воспользовали той свобода и волей, вот этой веревкой у коровы. То есть вы начали развиваться. Говорю, что делали? Ну да, я вот последовал советам. Я подняла энергию, там ходила на танцы. То есть я вот училась... Дизайнера там условно и так далее. Это все на самом деле реально работает. Вот. После этого мы переходим уже... Ну, в дальнейшем. Судьба, карьера, брак и так далее. По детям. Отдельно скажу. То есть детям... Ну, не знаю, как вас Женя учит. Но я что нашел? Дети – это самые двигающие линии на руках. Поэтому они зависят от состояния личной энергетики. И здесь я сейчас объясню. Это состояние партнера. Потому что очень часто то, что мы говорим... Допустим... Я сейчас часто стал предупреждать. Я говорю, вот вижу детей на одной руке. Если у вас стоит на одной в одно время, а на второй в другое. То есть вы можете родить и здесь, и здесь. И в этом возрастном периоде, и в этом. Но есть такие жестко прописанные моменты, когда вот в одном возрасте нечетко попадают. Мы не понимаем, что... Так, я говорю, если вы ничего не измените, если вы хотите детей, ну, тогда, ну, простые сельские бусы, ну, тогда хмейтесь, саппортов делать нельзя и так далее. Ну, что я говорю, получится как в простом роде, а в позолеты. Что когда не было, вы его можете сдвинуть, если вы не хотите. Вам, может, поможет, но давайте я часто объясняю. Часто приходят люди, которые не могут забеременеть девушке. То есть я для себя открыл пять моментов. Первый, в книге вы будете читать, это обида на мать. Для женщин, мы сейчас про женщин говорим. Обида на мать закрывает чуть судьбу в плане деторождения. Процентов это процентов на 20 отрабатывает. Второе, это сильные привязки. Если женщина бегает там с тестами на беременность, там отслеживает все свои периоды и так далее, она не забеременна сто процентов. Потому что как работает судьба? Если мы к чему-то привязаны, мы это не получаем. Поэтому говорю, вот эти тесты съездите в лес, вы копаете яму, захороните их как адективные отходы и больше опустите вот эту ситуацию. Потому что при отпускании ситуации, мне через три-четыре месяца пишут, все получилось. Все, спасибо вам. Последовало мне советам и так далее. Самый важный момент, смотрите, теперь кто-то не хочет детей. Есть два партнера. Обычно дети получаются при двух партнерах, мужчине и женщине. У каждого человека есть сознание и подсознание. Вы это прочитаете тоже в книге. И у мужчины и женщины. Кто-то может не хотеть реально ребенка в подсознании. То есть он говорит, что он хочет, но на самом деле не хочет. Как это определить? То есть, допустим, если не хочет женщина. То есть определяется достаточно просто по болезни. Если у женщины эндометриозы. То есть я хочу, но у меня эндометриоз. То есть она не хочет подсознание. Часто слышу, боюсь рожать, я стану плохой матерью. То есть я задавлю во сне там ребенка. Тарканов у женщин много в голове. Но они шевелятся там по-разному могут. Поэтому я говорю, все, оставляйте все это. У вас все получится. И сейчас можно решить этим. Кесаревым сечением, если боитесь рожать. Ну и так далее. Сейчас статистика идет ко мне. Приходил три недели назад акушер-динеколог. Который как раз принимает роды. Сейчас статистика, что если патология есть, даже минимальная. Мы не даем рожать самостоятельно. В любом случае, кесаревым сечением будет. Кстати, с точки зрения восточной психологии это нейтрально. Человек, когда проходит родовые пути, то есть он начинает, он уже по-другому развивается. В восточных учениях это приводится как? Проводились какие-то исследования, я не помню, где-то они были описаны. Точно мне не сказать. Но вот когда гусеница превращается в бабочку, в кокон, она сама должна его там прогрызть и вылезть. То есть тогда она потом уже может и летать и так далее. А нескольким этим уже полубабочкам кокон разрезали и их достали. То есть они умирали буквально через несколько часов. Поэтому сейчас я ничего не имею в виду, но вот если естественный процесс, если это можно, то никаких показаний медицины нет, тогда она лучше вот этим путем. Потому что человек выходит. В восточных учениях есть четыре стадии рождения. На какой стадии вы зависли, если вам это нужно, я подберу материал, то есть я вам это вышлю. То есть вы себя определите, где. То есть на каком этапе. Вы боялись там выходить, это один страх тренируется, вышли. То есть там, короче, очень интересно почитать на самом деле. Если нужно, я там насканирую. Я знаю, в книжке это все есть. Это можете увидеть. Смотрите, почему эндометриозы дают проблемы. Потому что подсознание нет. То есть прийти на программную реализацию у человека. Я вроде хочу, но человек не хочет. И начинают его защищать здоровье его. Вот эти воспаления и так далее. То есть они начинаются. Если не хочет мужчина, я обычно говорю, кто не хочет. Если у женщины все нормально со здоровьем, у врачи сказали, что все хорошо. Я говорю, тогда пытайте мужа, почему он не хочет. Он мне говорит, что хочет. Я говорю, давайте, может быть, карьера пойти. Может быть, у него неохота там идти. Кричащий ребенок, который будет отвлекаться. И люди начинают понимать, где проблемы. Я говорю, пока вы не отработаете ее, не уберете. Вы хоть можете на ЭКО ходить хоть куда. У вас это все равно не получится. Дальше будет беременность. Если сильное желание подсознательно негатив, то есть будут вот эти выкидышки и так далее. Третья проблема. Четвертая проблема. В чем заключается? Не проблема, а как я называю, чудо. То есть Матрона Московская, Ксения Петербургская. Кто в православии отвечает за зачатие. Но здесь часто мне приходят и говорят, что это не работает. Я говорю, давайте расскажите, в каком настроении он сюда приехал. Говорит, муж отправил, я сама детей не хочу. Я просто постояла там, иконы поцеловал. Тоже не получится. Пятый вылетел из головы. Первое, так, сознание сказал. Вспомню, скажу, но вот эти самые четыре момента особенно работают на 90% в сознании. Кто-то не хочет лечить и причину у людей. Я обычно все это объясняю, и часто это все получается. Если к вам приходят с таким вопросом, часто к вам не приходят. Не знаю, оставляйте ребенка или нет. Какой правильный ответ? Жень, как ты учишь? Оставляем ребенка или нет? Оставляем. Оставляем, правильно. Потому что не берите на себя чужую карму. Если вы скажете, что нет, давай у тебя там выйдите в положении его еще и не оставите, то есть карму поделите напополам. Это из цикла как? Вот если в церкви храма дали человеку денег, он пошел, напился и хлопа зарезал, то есть все напополам вы разделили. Поэтому здесь после этого мы уже смотрим. Детей рассказал, потом я смотрю здоровье. По здоровью здесь отдельный раздел, мне вам сегодня объяснить. Здесь нужно полноценный семинар вести. То есть как, что, какие знаки, но я делаю связь с характером с болезнью. Там целый раздел есть как, что, как, от чего. То есть поверьте, работает правильно практикой моей. Как, какие знаки работают. Я знаю уже не там своя система. У каждого у нас храма по большому своя. У Беспавова у Николая своя, у Гамжи там она своя, у нас своя. Поэтому если вы какие-то знаки возьмете для реализации, буду только рад. Ну и в конце, чем я заканчиваю, вопрос они мне не задают. Но, как правило, я уже по опыту знаю, что им нужно. Я это вижу изначально по рукам. С какими они запросами приходят и так далее. Сразу здесь самое главное, то есть момент не привязать. Жень, нумерологию обучаешь на начальных этапах? Да, да, да. Я тоже нумерологию сейчас пользуюсь как. Если ко мне приходит рождён человек 22.02.1900, я понимаю, что там луна ходячая. То есть нужно как по минному полю уходить. То есть нельзя там что-то там. Ну, короче, нужно человеком подбирать ему слова. Но если ко мне пришла 9.09.1999, можно сразу в лоб. Почему? Потому что человеку нужна вот эта морковка, как на ослике. Вот она была, чтобы человек куда-то зарядить, чтобы он побежал. Ну, это понятно, что условные понятия. Но здесь, как бы, вот так проходит мой анализ. Вторичные консультации. Сразу вторичные у меня по запросу. Приходят, говорю, что пришёл. У меня есть тоже не теория, но она подтверждена практикой. То есть я смотрю в тайные стороны. В тайные стороны рук можно определять события до дня того, как произойдёт. То есть по первым элементам, то есть по цвету рук мы понимаем, что будет у человека. Очень хорошо работает, очень всё видно. И люди часто за этим приходят. Приходят обычно по запросу. Тоже. Я встретила там партнёра мой-не-мой. Здесь тоже обычно кто мой-не-мой приходит часто. Одна и та же может быть несколько раз. Там уже определённые техники есть. Как-нибудь тоже расскажу. Там отдельная техника рисования. То есть как вытащить это из подсознания. То есть очень интересно. Потому что хиромантия не на все вопросы отвечает. Особенно тем, кто часто бегает. Она может встречать несколько человек. И все они не её. Я говорю, поднимай энергетику, давай в спортзал. И не в спортзал, там на ёбу и так далее. Где-то работает по энергетике. Вот. И в принципе, наверное, вот так вот. Моя консультация. Если там нужно что-то. Можно Жене отдельно. Как-нибудь собраться. Я расскажу. Взять живые руки. Я просто... Там экскурс это можно провести. Потому что это понятно. Что я рассказываю. Мне понятно, вам что непонятно. Но в целом, примерно так. Я думаю, что у каждого хиромантия придерживаемся одной и той же схемой. Поэтому, в принципе, много я вам ничего здесь не открыл. Так. Второй. Только трёх завитков на большом указательном среднем саду и так далее. Нижняя фаланга базовая. То есть определяет мои материальные желания. Вторая. Как я буду реализовывать. Что я буду для этого делать. И так далее. Здесь зависит от цвета фаланг. В зависимости от линии шельбы. Как она подстраховывает здесь. Я уже понимаю. Но однозначно узоры определяют склад ума. Склад может быть отчасти склад характера. Да, они дают в какой-то степени оригинальность. Но. Оригинальность она часто непонятна для других. Я могу вам полностью сказать, представители шести завитков и четырёх петель на пальцах. Иногда мои идеи не понимаю я сам. Приходится разбираться. Если это больше. Допустим. Если 10 завитков. Есть у нас представители и часто отвечают. То есть это уже первые признаки в какой-то степени шизофрении. Скорее всего. Может человек настолько оригинальный. Что он своей оригинальности может запутываться. Поэтому иметь 10 завитков. Но это наверное человеку не повезло в жизни. Да оригинальный. Да всё креативно. Да у него найдутся последователи. Которые будут его оригинальность поддерживать. Но в целом здесь. Это конечно не определяющий. Которой реализации не будет. Если человек не нашёл себя. Основная задача. В течение всей книги. Вы будете прослеживать такой момент. Что наша основная задача. Найти предназначение в жизни. Если мы его нашли. Мы будем счастливы. Завитки у вас. Петли. Дуги простые. Двойные петли. Вы будете кайфовать. Потому что вы делаете. Если вы не нашли. Своё предназначение. Вот у вас там будут павлинии глаза. На всех руках. И на лбу тоже стоит знак. То есть вы не сможете это всё реализовать. Поэтому очень важно здесь. Не понимая. Поверьте. Это склад ума. Давайте просто сейчас. Простая дуга. Это простые мышления. Такие люди идут и делают. Петля усредненность. Дуга как бы двойная. Двойная петля. То есть она дает туда-сюда. То есть туда-сюда люди. То есть мечатся. Смотрят все стороны проблемы. Гостовое принятие решений в этом случае не их конёк. И так далее. Завитки. Завитки. Как бы оригинальность. Но смотрите. В масштабе каждого понимания в оригинальности. То есть нельзя сказать, что лучше думаю, чем представитель петли. Помните. Это нейронные связи. То есть которые выстраиваются у человека. В том смысле есть определенные. Но они не гарантируют далеко культурализации. У меня приходила недавно девушка. У неё по-моему шесть простых дуг. И две. И все остальные петли. Выпустила книгу. То есть раньше была стоматологом. Довольно неплохим. Ушла в декрет. После декрета в стоматологию не вышла. Сейчас у неё вышла книга. То есть начала печь торты. Вот эти десерты и так далее. Выпустила книгу. Комсомольская правда. То есть статья всё опубликовала. Нашла себя в другом. Счастлива. Довольно. Кайфует. Как это модно на блогер. То есть у неё всё хорошо. В стоматологии говоришь. Нет. Зачем? Я нашла себя. Поэтому наша задача найти. Поэтому ответ на этот вопрос. Под десять завитков. Если вы не нашли себя ничего не... Здесь даже можно сказать наоборот. Может даже хуже для человека. Потому что непонимание себя. То есть здесь как я правило. Вот планеты. Есть такой период созревания планет. Допустим. Если мы берём там четвёрки и семёрки. Раху допустим созревают в 42 года. Где-то в 49 лет. Число души и число судьбы. У меня знания. Нумерологи они очень сильно примитивные. Поэтому человек может понять. Если у него есть цифры. Допустим. Солнце и так далее. Он созревает в масштабе. Вот. Когда начинает всего планет больше на человека действовать. Поэтому здесь. Ну. Вот. Не привязывайте всё к оригинальности. Да. Мысли. Да. Не шаблонно. Да. Может кому-то показать, что он гений. Но сам этот гений может быть гений. Автослесарь. У него всё классно получается. То есть он знает где, что и как. Встречался ли вам проработанный опущенный грузинец? Смотрите. Смелым. Вот здесь. Давайте отдельно поговорим. Комплекс. Но. Да. На самом деле. Смотрите. Длинный мизинец. То есть хорошая реализация человека сразу. Человек. Ну. Как и Горюфик. Затнешь. Он начинает говорить. Я это всё понял. Когда начинал только изучать. У нас в Вологодской Думе раньше сидел человек ЛДПР. У него мизинец. Он постоянно рукой махал. У него мизинец. У него практически там он равен. Безымянным. Говорил. Говорил. О чём говорил. Ты поймёшь. Вот такие люди. Ораторы. Привождённые. Если что-то ему сказать. Попробовать объяснить. Он вряд ли это всё объяснит. Из него прям льётся. Его приятно слушать. Но полезная информация там на целых на десяток. Но зато он всё это очень хорошо объясняет. То есть если это превосходит первую фалангу, то у меня это миллиметра на четыре, на пять она выше первой фаланги. Мизинец. То есть о чём говорит. То есть да, мне легче реализовываться. Но человек тоже должен себя найти. То есть если меня сейчас отправить, допустим, читать лекции. Как красить машину, допустим, условно. Я это не сделаю. Человек находится в чём-то. Поэтому человек с низким мизинцем, да, он может реализовать. Это указывает на комплекс. Ему, конечно, намного сложнее реализоваться, чем человеку с длиннющим мизинцем. Ему нужно это ораторское мастерство. Ему нужно себя как-то развивать. Но это абсолютно не гарантирует, что он будет в комплексах есть. Комплексы здесь. Он может очень хорошо говорить. Здесь помните, как учил Астафьев, по-моему. Первая о фаланге – говорить мизинца. Вторая – писать и так далее. То есть мы определяем, как человек это может сказать либо написать. Как это всё преподнести. Вот. Поэтому я низкий мизинец отношу не к ораторству больше, но к ораторству тоже, а больше именно к сексуальности. Сексуальность – давайте сразу определяемся. Не о сексе сейчас говорить. Сексуальность – это внутреннее принятие себя. В хироманте вы знаете две самооценки. Указательный палец – самооценка в социуме. Бизинец – самооценка в ваше принятие самого себя. То есть как вы себя видите, насколько вы себя становитесь в обществе. И если мизинец занижен, то это однозначно низкая сексуальная реализация. То есть человек не принимает себя именно в том теле, в котором он сидит. На моей практике это так. Здесь нужно развивать. Несколько причин в детстве. Проблемы с родителями. Обычно, знаете, здесь либо пережали ребенка в детстве, либо когда пережали, то есть мы можем определить, то есть мизинец короткий. Пережали – это линия жизни с линией головы, то есть на длительном участке соединяется. И если мизинец либо кривоватый, либо маленький, человек еще не сопротивлялся. Меня тоже в детстве пережимали, но у меня мизинец длинный. То есть я как мог сопротивлялся. Внутренний стержень, наверное, есть. Но если и мизинец здесь короткий, это однозначно передавение. То есть может наоборот человек уйти в обратную реакцию. То есть при коротком мизинце я часто видел большой зазор между линией жизни и головой. Что это значит, ты уже знаешь. Человек там самовлюблен и так далее. Он может на публике казаться очень сильно там и сексуальным и так далее. Но внутри, внутренний. Как бы внешний, внутренний мир у него не согласован. Поэтому будет проблематично найти себя. Вот это как раз вопрос о маятингах. Что будет, что преобладает. Какая рука здесь активная, пассивная. Тоже имеет место быть. Но часто как? То есть если мы берем по статистике. Если это женщина с низким мизинцем. Еще он с опущенной и сам короткий. То есть это в детстве, скорее всего, воспитывали девочку по мужской модели поведения. То есть девочку должны воспитывать как непостоянных валяр. Тогда самооценка в 18 годах будет вообще объяснена. Такого ребенка либо не хвалили, либо хвалили за сделанное. Я говорю как мальчик. То есть сделал, получи пирожок. То есть если не получает, то есть начинает сексуальность. Человек себя начинает не принимать в этом деле. А вот с этими комплексами просто нужно работать. Поэтому, да, в плане именно сексуального аспекта мы не говорим именно сейчас в физиологическом плане. Здесь нужно проверять, нужно экспериментировать. Но именно психологически человек себя все равно будет в сексуальном аспекте не принимать. Именно в том теле, в котором он находится. Это не значит, что у него все будет плохо. Но это всегда будут какие-то проблемы. Особенно, смотрите, как правильно в браке. Как своих учеников учить. К вам приходят семейные пары. У одного мизинец длинный, а у второго короткий. То есть где будет проблема? То есть мы проблема в сексуальности. Одному он может себя подать. То есть ему нужны обнимашки не на людях и все. А вторая закрытая, которая боится там. Но при виде шороха она уже пугается. Поэтому здесь вот эти проблемы будут. Поэтому делая такие выводы. То есть здесь именно как раз нужна психология. Ну хотя бы базовое знание. То есть повторюсь. Опущенный мизинец короткий. Да, ораторство влияет, но не так сильно. В основном это своя внутренняя самооценка. Поэтому с опущенными мизинецами. Я обычно рекомендую сексуальность бед обнимать. Для мужчин в качалке. Либо в боксе в борьбе. А женщинам именно в стрит-пластике, в бок. Ну через танцы все это прокачивает. Именно часто мне говорят, знаете. Ну самая популярная отмазка. Времени не хватает. В момент ковида я слышал. Отмазка была такая. У меня нет QR-кода. Мне не походить на эти там танцы и так далее. Кто хочет, тот всегда на идею. Но и здесь вот очень важно по времени. Допустим, если вообще все убито, то это если мы, как я говорю, два раза в неделю, часа на полтора. Три часа в неделю обычно этого хватает. Если человек, ну где-то от пяти до семи месяцев ходит. Постоянно занимается. Женская самооценка сразу должны проговаривать. Но к вам все равно будет на 90% женщин приходить на консультацию. Только в женском коллективе. Если она танцует одна. С учителем. Если берет они индивидуальные танцы, то это можно плясать полтора года и ничего не получится. Поэтому у нас здесь, в женском коллективе. Вопрос часто. Чем можно за минутанцы? Я говорю, это просто ничем. Сидите и слушаю. Я старая, корявая. Я не гнусь. У меня вообще нет пластики. Я говорю, да пофиг. Я говорю, не заставляю вас выступать во черных концертах. Это было для себя. Прежним всего. Поэтому именно проработка, она важна. Я не знаю. Мы для этого приходим, чтобы подсказать, где у него проблемы. Как это проработать. Рад, что вы оценили там советки четкие. Классные. Спасибо. Но именно вот здесь сексуальность. Два этапа. Мизинец. Ораторство раз. И сексуальность два. Когда ко мне приходит женщина. И на левой руке у нее мизинец. Все пальцы стоят вот так. А мизинец вот сжался. Вот. Я все это сразу. Это видно. Но при расслабленных руках. То есть. Это видно, что у них сексуальность поехала. Особенно если там какой-нибудь еще синий цвет лака. Либо черный. И так далее. Это все там убито. И спасать больше нечего. У меня есть там семинары. Если вы хотите по цвету лака. По первым элементам. На странице у меня висит. Можно там. Если нужно купить. Прослушать. И так далее. А я все четко объяснял. Поэтому. Вот. Два направления. И самое главное. Как вылезти. Но пока вы не специалист. Я обычно вижу, что если проблемы. Большие. А проблемы. Как правило. Либо с одним из родителей. Либо с матерью. Я управляюсь. Совсем уж все плохо. Психолог. Потому что. Вы не вытащите. Если у нас нет психологического образования. Даже если есть. Нужна проработка. Ну. Практика. Как хироман. Помнишь. Жень. Мы когда начинали учить. Мы учиться сами. Смотрели. Пару книжек прочитали. И давай там лекции. Такие. И консультации. Такие очень мощные. И за деньги. То есть. Я как учеников тоже учу. Если вы хиромантию ставите на деньги. То есть. Ну. Вся эзотерика этого не любит. Через два года вам дадут за работу. Но потом такие. Но если вы ставите мотив первый. То есть. Я хочу помогать другим людям. А деньги как мои города за труд. Тогда вы пойдете. И ходите очень успешно. Так. Нежелание женщины подчиняться мужчинам. Если она от рождения волк. Ей подчиняться вечно. Нет. Смотрите. Здесь очень интересный вопрос. С разных сторон. Давайте к ним подойдем. Во-первых. Смотрите. Своя природа. То есть. Она выражена в числе души. В числе судьбы. Она выражена по рукам. Поэтому. Конечно же. Если женщина приходит сильным мужским характером. То есть. Она будет встречать. Слабых мужчин. Это априори. Это всегда так. Поэтому. В восточных. Учениях. Такое высказывание. Лучше. Недобросовестно выполнять свои обязанности. Чем добросовестно чужие. Если уж. Запихали. Либо в женское и мужское тело. Пока. Вам не хотелось. Там наверху виднее. То есть. Значит. Нужно отрабатывать. Согласно своей природе. Да. Это будет. Как бы. Через разрыв шаблонов. Полностью изменение мировоззрения. Но. Здесь. На моем. На моей практике. Можно сказать. Если ко мне приходят реально сильные женщины. То есть. Я говорю. Книги. Вы прочитайте внимательно. Я это четко описывал. В моменте. Где мы. Описано. Карьера. То есть. Как там это все правильно сделать. Потому что. Если ты еще руководитель. Ты иди руководи. Машей шашкой. Там. Приходишь домой. Шашку в ножны. И включаешь. Девочка. Девочки. Подчиняешься. И так далее. Потому что. Я природа. Вы поймите. Когда я тоже объясняю. Как. Ну никак. Вы природу свою не сломаете. Если вы родились там. На девятках. На всех. И так далее. У вас мужской стержень. То вы. Девочка. Девочек. Не станете. Никогда. Но. К этому. Как говорится. Нужно стремиться. Поэтому. Изменение своей энергетики. Влияет на изменение вашего партнера. То есть. Если вы. Смотрите. Луна и Венера. Давайте просто представим. У меня. Я вам даже сейчас. Наверное. Это все покажу. У меня где-то все. Сейчас. Вот. Когда это нужно. Свернуть. Сейчас. Я людям. Просто объяснял. Вы видите. Что я здесь показываю. Папки. Пока. Ослика. Видим. А. Вы все насла смотрите. Давно. Да. Сейчас. Так. А ты же там. Подготовил еще. По этим. По братьям. По сестрам. Да. Сейчас. Да. Да. Все расскажу. Так. 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 Изначит. Сейчас. Куда-то их. Сейчас. Сейчас. Нет. Мы тоже рекомендации даем исходя из архетипов по ведической нумерологии. Тоже смотрим, как это влияет на отношения, на другие моменты. Сопоставляем. Так. Ну давайте так, чтобы не задерживать время. Я вам расскажу. То есть в книге это все описано. Важный момент здесь в чем. То есть если вы меня видите сейчас или нет? Да. Это хорошо. Смотрите. Луна и Венера. То есть если женщина сама на пятерках. То есть она и притянет такого мужчину, если она не в отношениях. То есть как правило изменение своей энергетики влечет к изменениям энергетики другого человека. То есть она начинает встречать уже другого. То есть если она сидит на тройках, то чудес не бывает в жизни. Подобное притягивает подобное. Знаете, как в школе я обычно говорю. То есть вот двоечник с пятерочком общего языка никогда не найдут. Да, ты можешь его привлечь, если у тебя Венера хорошая, сексуальность. Но ты его не удержишь. Потому что у тебя слабая луна. У тебя умиротворения спокойствия нет. Партнер это все чувствует. Я говорю, что события будут развиваться в любом случае. У него может появиться какая-нибудь машка с ушами под два метра, которые будут слушать. Которые будут дополнять вас, где вы там не дорабатываете. Поэтому если вы начинаете работать над собой, у партнера начинает энергетика тоже меняться. То есть это тоже на практике проверено. Ну как говорится, за слова отвечаю. Здесь, поверьте, это на самом деле так. Если мужчина начинает меняться. То есть понимает свои мужские энергии. Пытается брать ответственность. Пытается больше зарабатывать. Ищет себя и честное предназначение. Да, это может отначально не получаться. Женщина тоже становится спокойной. Но вы это сами определите. Когда мужчина много зарабатывает, женщина становится спокойной. Так и женщина. Когда женщина спокойная, тогда мужчина хочется идти и для нее что-то делать. Здесь он приходит и там, не знаю, Санта-Барбара отдыхает. То есть ему ничего не охота для такой женщины делать. А учитывая то, что мужчина аскетичное по своей структуре существо, то есть нам ничего не охота вообще и для себя. Поэтому я это обычно говорю. То есть когда мужчина один, то есть хватает занавесок. Когда появляется женщина, появляется все. И диван, и украшения какие-то. И так далее. Поэтому мы делаем это все для вас. Поэтому если вы вдохновляете нас по Луне, то есть даете и хвалите мужчину и так далее, то есть мужчина начинает что-то делать. И в любом случае, меняя свою энергочку, вы меняете энергетику его. Так через себя вы начинаете менять другого. То есть у него начинает расти Марс и Солнце. То есть Венера ваша, в хождении на танцы, у него активирует Марс. Есть такая книга хорошая. Мужчина с Марсом. Кто и не читал, прочитайте. И наоборот, он ходит у вас, если он ходит на секции, у вас активируется Венера. И наоборот, по конструктору, то есть усиливая свою Луну, вы у него усиливаете Солнце. И вот через вот это все будет, события будут прокручиваться именно в этом ключе. То есть вы, поменяв себя, поменяете его. Всегда так работает. Это закон Вселенной. Что потом происходит? Блин, а мысль потерял, про что я говорил? Я так в этих пропорциях уже засчитался. Короче, давайте я сейчас посмотрю вопросы. Да, нежелание. А, вот вспомнил. Свою природу не поменяйте, но к этому нужно стремиться. Не стать, если вы родились сильной мужской энергетикой. Да, это мы должны понимать, что вы не уйдете в чистый женский полюс. И вам это не нужно, значит, вам природа придумала другое. Мужская энергетика, то есть это природа достижений. Идите достигать, делайте карьеру. Не знаю, вожайте там детей, то есть воспитывайте их и так далее, где природа. Я помню, у тебя, кстати, вот эти качества, они прописаны во второй книге, да? Для мужчин, для женщин эти. Да, 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 все это прописано и на полностью сама дает. Поэтому здесь вот очень важный момент. Я обычно женщинам, когда ко мне приходят, я им очень сильно не рекомендую ходить в спортзал. Ну, конечно, если показания там есть и так далее, то есть почему? Я часто ко мне приходят, я вот занимаюсь, я пошла в спортзал и говорю сразу, хотите, я угадаю, когда у вас проблемы в отношениях начались. Я говорю, вот после того, как вы пошли в спортзал, две недели отмотайте вперед и проблемы. И она подумает, да, где-то примерно в это время. То есть когда женщина начинает качать мужские энергии, мужчина видит ее уже не как женщину, а как партнера-сарапинка. А эволюционно сложилось, что мы с такими же, как мы, выясняем отношения всегда. Поэтому, если это нужно, если кому-то, то здесь дополняйтесь танцами, йогой и так далее, чтобы в гармонии держать. Поэтому, отвечая на этот вопрос, то есть подытоживаю, подчиняться нужно, да. Но в подчинение здесь можно вкладывать все, что угодно. Это не значит, что вы раскатались у природы тоже неправильно. Поэтому, по возможности, да, но там как получится. Прочитайте в первой книге, в конце, там как правильно доставить приоритеты в отношениях. То есть там все написано. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Сколько рук для статистического анализа детских линий брал? Во-первых, давным-давно, то есть я не считал. Но, поверьте, у меня каждый человек приходит на этот момент прорабатывать. Ну, довольно много, не знаю, тысяча, полторы тысячи, может две. То есть это реально, то, что там в книгах описано, это реально все работало. Не поняла, как точить кометы. Сейчас мы здесь будем смотреть братья и сестры, продолжить презентацию. Сейчас я отлистаю, вот это вы видите. Вопрос, почему берется линия интоксикации, которую мы привыкли называть? Нет, линия интоксикации, она как раз здесь не берется. Сейчас я... Вот. Видно сейчас экран? Да, ладошку видно. Вот ладошки. Смотрите, что здесь очень важно. Сразу, давайте договоримся, есть многослойность, которую описывал Ганжай, которую он гордится. На самом деле, одна линия может обозначать несколько вариантов. То есть вы это уже знаете, то есть это есть. Вот как я учился тоже. Смотрите, вот эти линии, линии брата на одной руке, вы выделяете там самые сильные. Да, это кто может к ним привязать, это может быть линия с мозгами родителей. То есть если она доходит, то перерезают линию жизни. Но обычно они самые четкие, самые видны. То есть если одна там, либо две, то есть мы можем понять уже, что у человека может быть братья и сестры. То есть линия брата, вот смотрите, задан был вопрос. Вот линию брата между линией головы и линией сердца. То есть я ее не считаю за детей. То есть в моей интерпретации. То есть это не дети. Кто читал мою четвертую книгу, во шакарном угоне, пойму. Поэтому для меня это линия брата. То есть если она там есть, я одна, то это значит один брат. Хотел спросить, ты что-то показываешь, нет? Потому что мы просто руку видим. Или ты пока... Нет, вот смотрите, я сейчас кручу, у меня видно что-нибудь. Нет, нет. Вот смотрите, вот давайте берем первый рисунок из брата и сестра. Не-не-не, у тебя вот эта рука, которая была одна, она не переключается. А, рука была одна. А она до сих пор стоит. Сейчас, нет-нет, я уже про другое вам объясняю. Ты там, видимо, переключаешь у себя. Да, у нас оно... Да, 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 сейчас посмотрим. Вот сейчас новая демонстрация. Вот сейчас у вас должно появиться. Появилось две руки, две ладошки. Да, вот сейчас появилось. Она не сразу отрабатывает. Вот смотрите, есть брат-сестра. Давайте первый рисунок разбирать по наличию. Первое, что мы ищем, это эти большие линии. Повторюсь опять, линии Рафу. Кто-то это линии родовых проклятий называет. Не знаю, как их называете. Но я понимаю, что их здесь много. Но ищем самые сильные линии, самые наполненные. То есть по количеству мы можем понять количество детей. Братьев-сестер, которые у вас могут быть. То есть над верхней. Опять же, линия брата, линия сестры. Опять же, залегание. Вот опять же повторюсь, я сюда не вывожу линии детей. То есть между линией сердца и между линией головы на холме верхнего Марса. То есть у меня там только братья. Опять же, пять зон, которые я описывал в ваших кармоновых зонах. Поэтому, если здесь есть линия четкая, отчетливая и видна, то есть у человека есть брат. На Марсе, да? Соглашусь с тем, что вот линия сестры внизу, которая может и быть как виолосыла. Но если виолосыла, то есть линия яда, она идет в круговую. Вот посмотрите на второй рисунок. Здесь вот линия сестры, где она помечена, беленькая. И выше идет, вот это можно понять, что это виолосыла. То есть вы увидите. Там где-то вот на сантиметр выше поднимитесь. То есть она все равно видна. То есть она может быть как совмещена, и она может быть отдельно выросла. Но в любом случае, здесь все равно мы носим вероятность на характер. То есть это работает система процентов на 80. Обычно я смотрю, вижу, но я подтверждаю, брат, сестра, у вас или нет, потом уже один разговаривает. Да, извини, Костя, что прибыл. Это все-таки чуть выше виолосыла или это она? Потому что стрелка, на которой показывают на левой руке, это же она получается. Да, да. Вот смотрите, линия сестры, линия сестры. На правой, на левой, то есть она есть. То есть мы должны понимать, что она будет проходить. Вот если мы берем холм Венера, разделяем на три части. Мы где-то вверху, нижней части. То есть если мы берем к датировке, давайте к линии судьбы привяжем, то где-то до 24 лет. То есть ниже может, выше уже нет. То есть если она поднимается уже выше к линии головы, то это уже все, что угодно, но это не линия сестры. Здесь с опытом у вас это придет, вы это будете видеть. Потом вот здесь мы это понимаем. Одна, две и так далее. То есть они об этом тоже говорят. Важный момент, то есть как вы начнете определять, с опытом это все придет. Самое главное научиться видеть. Как, знаете, как говорится, один раз увидите, потом будете видеть это все всегда. После этого, как мы здесь определили, уже идем дальше. Старшинство определяем, а самое главное – судьба. Вот с судьбой… А разница с правой и левой рукой? С правой и левой рукой, где четко видно. То есть я здесь не делал выводов. Потому что на одной руке они могут быть, на второй руке они могут быть. Это как под первым элементом. То есть если на одной руке четко видно, а второй не четко. То есть берите, что за основой. Но, как говорится, интуиция вам подскажет, за какой рукой можно взять. То есть здесь очень важный еще момент. Если линия тоненькая, допустим, первый снимок возьмем, над линией брата видим… Посмотрите внимательно. Линия брата втыкается мелко, а такая линия под углом идет. То есть можно предположить, что это у него должен быть второй брат, но там либо аборт, либо выкид. Они просто не захотели. То есть если там родители были откровенны, то это тоже может быть. А на Венере все-таки как их разделить? Какая из них линия брата, а какая линия сестры? На Венере, смотрите, мы просто понимаем, что здесь не брат и сестры. Здесь и факт. Две линии, два родственника помимо меня. Три линии, три родственника. Оно не делится. То есть мы понимаем количество. Самые длинные, самые яркие. А кто делит вот это Марс и Луна? Вот здесь мы не разделяем. Важно. То есть у нас факт. Вот если мы на рисунке, где есть сестра только, мы понимаем, что одна линия четкая. И линия сестры, то есть мы понимаем, что человек одна сестра. Но вы там будете прочитать, и там достаточно доходчиво я пытался все это описать. Ну и потом дальше мы уже по технике, которая описана. Вот я сейчас буду листать. Видно? Видно, да. Да. Вот три руки должны быть. Да. Посмотрите, если наверх идет хорошее отношение, нейтральное в середине и плохое. То есть мы можем понять, как человек относится к брату или к сестре. Это ваше внутреннее отношение. Рука отображает всегда чувства. То есть как мы относимся к брату, наше внутреннее. То есть мы можем улыбаться, но подсознательно его там условно ненавидеть. Мы это все увидим на руке, как наше чувство. Не внешнее, а внутреннее проявление. Вот здесь второй рисунок. Хорошее отношение к брату. Видно, что он объединится. Линия. То есть это достаточно здорово. Вот на следующий, переломные отношения, то есть видно, что линия сначала шла нейтрально. А потом она... Точку перелома можно определить тоже. В книге написано. Дальше. Смотрите, когда рожденный брат, то есть мы первые, мы поняли, кто, количество. То есть есть или нет, и потом идем вот сюда, в эту зону. Если, конечно, у человека нет брат в секторе, то зону мы просто не рассматриваем. Ну она незачем. То есть если есть, мы уже понимаем. То есть датировка идет здесь снизу вверх. То есть младшие, старшие и так далее. Вот эту линию всю распределяем на количество лет. Ну и понимаем уже ее потом делать. Если линии слабенькие, вот как на соседнем снимке, нерожденных братьях. Она вниз падает, плевается в линию жизни. Это, кстати, вот будет вот в этой зоне. Они, нерожденные братья, все-таки они будут заходить на холм Юпитера на самом. Вот, то есть время идет вот так. Если оно вот здесь, оно вот здесь. Если оно уходит дальше, уже в ладонь на холм Юпитера, это уже рожденный. То есть мы можем смотреть судьбом. Бывает такое, что брат не дожил там до 20 лет и так далее. Мы это четко тоже увидим. Потом аборт определяется как. Линия короткая, линия слабая, либо линия сразу вот как на нижней. На две-два аборта матери закорачивается вот в линии ее жизни. Вот это тоже не было. То есть мы можем понять количество нерожденных детей. То есть потенциал, то есть на руке своей, вы можете понять. Если у вас братья, либо сестры, хотели вас или не хотели. Это тоже видно. Потому что это тоже определяется. Ну и в дальнейшем вы уже начинаете анализировать линии. Почему-то здесь дальше не переключается. Вот время видно было, да? Время – это другое. У меня почему-то как бы тоже потенциал здесь. Ну, сейчас давайте попробуем. Какой-то этот квадрат появился. Сейчас я попытаюсь это все включить. Сейчас остановлю. Вот сейчас я должен вылететь из этого всего. Сейчас мы опять демонстрацию крана. Хотел спросить. Ты описывал в своих книгах ту систему, помнишь, которую ты показывал про здоровье матери или отца? Да, да, да. Это все в книгах есть. Но вот здесь все дочитаете по младшим. То есть я ее идею показал. Она работает, она работает у меня. И будьте практиковать, она у вас тоже будет работать. Интересно. Хотел поделиться вот этими наработками родовых. По матери и отцу тоже посмотрите. По матери и отцу я определяю только здоровье. Потому что пока я не разгадал, как по своей руке определить по матери и отца, кроме их ухода из жизни. То есть уход из жизни тоже виден и так далее. То есть мы можем это увидеть. Так, и еще. Но я сейчас попытаюсь все-таки включить. У меня почему-то все здесь не очень здорово. Вот вы сейчас не видите? Видите или нет? Да, да, да. Вижу, да, поколение. Первое поколение. То есть получается, где вот эти идут моменты времени, это то, что связано с сестрой или с братом, да? С событиями. Да, моменты времени. То есть если мы смотрим уже по брату и сестру, мы распределяем на количество лет. Но в книге все четко доходчиво описано, вы прочитаете. Количество лет и пробуем. То есть, так как есть большая погрешность. Погрешность определяется 1 миллиметр плюс-минус 3 года. Поэтому на ваши руки будут выводиться только основные моменты судьбы братьев и сестер. Только основные моменты. Каких-то тонкостей вы не увидите. Но банально вот эта линия 2 сантиметра, если он проживет 80 лет, вы разделите одно на другое и получите 3-4 года. То есть основные моменты они четко отрабатывают. Вот по тем, у кого я смотрел, то есть болезни, они вообще здорово определяют, что у брата болеет. Какие-то моменты. Ко мне часто раньше приходили, то есть я говорю, вот вижу знак, брат может там или сестра сесть в пивно. Поаккуратнее предупредите ее. И потом мне через год приходят. А вы помните, вы мне говорили, что брат у меня сядет. Он не съел. Это я говорил. Но такое бывает здесь. В любом случае вы это все научитесь. Что очень важно мне, вот эти ноу-хау мое, это поколение предков. То есть если вы будете смотреть родовые ангелы и как распорядется поколение, вот это очень здорово. То есть так как род нам всегда помогает, вы поймете, какое поколение помогает и за кем оно стоит. Вот здесь в книге вы увидите 7 священных профессий рода. Я обычно вычисляю, у кого магия была по отцовской и материнской линии. Он же приходит человек, он к магии не имеет никакого отношения. А потерял свое предназначение обычно. Но к нам не приходят люди счастливее. Как говорит Габжа, это наука грустная. Когда человек потерялся, он пришел. То есть я вижу, что он потерялся. А у него мистический вагон и маленькая тележка. Мы посмотрели вот эту зону профессии рода. Вы увидели на его руке там либо пентаграммы, либо там звезды Давида и так далее. То есть обычно таких людей сразу отправляют учиться. Их подсознательно тянет. То есть их подсознательно тянет в эту магию. То есть они уже обходили всех, там у всех уже были. Начинайте сами практиковать. И тех, кого я отправлял, то есть реально, то есть кого я чувствую сильные. Вот эти моменты потом они приходили благодаря вам реально. То есть помощь. Смотрите, мы смотрим силу рода. То есть и род нам всегда помогает. Вот эти семь поколений рода. Вы прочитаете, каждое поколение за что-то оно отвечает. Там книги все есть. У меня есть семинар. Вы можете посмотреть там вкратце 40 минут. Я на Баланс ТВ выступал. Но кому нужна углубленная, то есть там аудиозапись на 3 часа. Тоже семинары записывать. Ну и в книге все вкратце. Вы понимаете, какое поколение помогает. И вы понимаете, что оттуда нанесет. Самое главное, если есть священная профессия рода. Допустим, у вас были учителя там через поколение. И вы понимаете, что они идут, допустим, по одной из линий. То есть вам это тоже будет очень легко удаваться. Вы пришли в этот род, вы даже можете не учиться. Правильно говорить. У вас может быть мизинец там кривущий, обрезанный. И вообще там нет. И так далее. Но вы все равно говорите нет. Да, может быть проблемы с сексуальностью. Но в любом случае вы это передадите. И вы посмотрите как. И самое главное, что если это есть, то людям будет проще развиваться. То есть род будет себя подъехать. Подъездка рода как определяется. Вот я обычно смотрю. Есть три кольца мага. Ну знаете, белый, серый и черный. Черный, он опоясывает уже сам. Идет под холмом Юпитера. И ходит либо на Сатурн. И пойдет у всех к ним заканчиваться. Обычно про таких людей. Но я понимаю, что здесь род достаточно сильный. И человек может, его род защищает как обычно. Я говорю, с вами лучше дружить, чем рождавать. Потом если против вас поздний интриг, то человек прилетает. Поэтому это первый признак. Если человек подтверждает, то все роды достаточно большие. Если в правильное русло направить, то будет очень хорошее развитие. Поэтому если вы сейчас что-то не нашли этого, это не значит, что у вас нет. Если вы зашли в астрологию, в хиромантию, в нейрологию, то вам это уже дано. Просто так чудес в жизни не бывает. Так. Структуру анализа я вам рассказал. По любым рукам. Но здесь, если будет желание, то все это можно сделать. То есть буду рассказывать, что и как, без проблем. Если появились какие-то вопросы, можно включаться и говорить. Подключайтесь. Да, да, да. Кто там хотел задать. Давайте еще 10 минут и будем заканчивать. Потому что мы с вами. Можно, да, вопрос. Вы говорили про духовное развитие, про мантры, что используете. А к кавачим как вы относитесь? Смотрите, защитные знаки. То есть я это использую. То есть что вкладывается. Для меня это, допустим, руны, ставы. Это имеется в виду, да? Кавачи защита. Мантры кавачи еще есть. А, защитные мантры, да. Я ими пользуюсь. То есть я могу ее скинуть. Через Женю вы это разберете. У меня защитная мантра. То есть она перед, я ее читаю на руки, перед приемом. И себя как бы обтираю. То есть и ставится защита. Но защита, она для тех, кто как раз работает с людьми. Массажистов и так далее. То есть она подходит. В этих всех бьюти сферах. То есть она может быть. Я это использую, да. И это работает. Но все равно люди, которые приходят сильнейшей энергетикой. И особенно на негативе, они тоже продевают ее. У меня, когда я уже здесь полностью начал заниматься только хермантией. Когда уже 6 лет назад. Ко мне пришел биоэнергет. Мы с ней поговорили. В хороших отношениях до сих пор. Она мне сделала уровне став. То есть она мне сделала кулон. На нем нарисовала под меня энергетику. Я его одевал на себя. И вообще меня никто не пробивал. Это очень хорошо. Смотрите, есть ряд защит. То есть защита можно камнями себя оградить. То есть есть камни-чистильщики. Есть камни-гармонизаторы. То есть к чистильщикам. Сейчас я покажу. Носят вот такие вот штуки. То есть у меня вот она на работе лежит. Это негтистовая дроза. То есть я называю ее самовар. То есть она чистит вообще по полной программе все что угодно. То есть есть гармонизаторы. Это горный хрусталь. Обычно это необработанные вещи. Ну как бы не обработанные дрозы должны быть. Они гармонизируют. Есть, которые не пропускают энергетику. То есть если вы окружаете себя там камнями и так далее, то защита. Меня тоже учили. То есть я это тоже не знал. Если там вы при входе поработали с людьми и головная боль у вас началась. Либо там вы валитесь от усталости и понимаете, что вас пробили, то соль очень хорошо помогает. То есть пришли мелкие. Что? Соль используем, да. Да, да. Соль. То есть мелкая соль. Обмылись. Себя натерли. Ну не сильно там, чтобы там. Попросили у воды, чтобы она смыла все. Ну как бы баланс. Потому что вода это тоже. Вы понимаете, есть кристаллическая решетка и так далее. Которая там уже исследования. И смыли и все хорошо. Для совсем ленивых, таких как я, то есть продается соль в этих. Для вам. То есть 3-4 час высыпаете. Через 15 минут. Не знаю. Постирали и снаружи, и снутри. А ты еще ставишь стакан с солью после клиентов в офис? Нет. Я после клиентов не ставлю. Я обычно нано вставлю. Ко мне приходил человек интересный. Вот она вот. Меня тоже учили. Я у всех своих клиентов тоже учусь. Она говорит. Меня первый раз ругали. Вот. Ты говоришь, что не видишь в офисе? У тебя клиенты. У тебя. Я говорю, вижу вот этих. Энергетику чужую. Как червяки. У тебя, говорит, есть что в червяках? Говорит. Ставь вот эту соль. И она будет их забирать туда. Блин. Интересно. Но на самом деле, значит. Что после себя. После. Научила меня она тоже вытирать. Говорит. Все. Прошел. Водой помоем. Да. Есть. Я положительно отношусь. Я, как говорится, за любой кипиш. Если он помогает с людьми. Есть кристаллы, которые помогают. Минералы. Которые помогают гармонизировать. Еще пространцы помогают им открывать свои, не знаю, чакры, что ли. Третьи глаза и так далее. Вот они, например, выглядят вот так. Лабрадоры. То есть они очень здорово помогают. Размер кристалла, родной энергии. То есть у меня рядом со мной стоит. Я, конечно, не знаю, как он на меня влияет. Здесь тоже его нужно подобрать. Если вы носите его на себе, он влияет на вас. Если он стоит рядом с вами, он влияет на энергетику, которая вы распространяете. Ну, я думаю, что на кабинет вот такой штуки, чтобы очистить все пространство, то есть хватает. Их тоже я периодически ванну устраиваю. Раз в месяц. То есть я соль закапываю или соляные растворы. Ответил на вопрос Зульфия. Кто еще? Задавайте. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос в части нумерологии. В плане ночного рождения, вот эти переходы, вы все-таки берете число до восхода солнца или календарную дату? Игорь, смотрите, у меня в нумерологии знания очень сильно поверхностные. Просто нумерология мне помогает понять предназначение. Много разных теорий. Я сразу говорю, я не нумеролог, здесь Женя вам поможет. То есть я беру дату для анализа, с которой человек пришел, который мне говорит. Допустим, я понимаю, что вот я родился сегодня 28.02, я родился в 4.10. То есть у меня единица число души. Но я в переходе там с девятки. Кому как, не знаю. Но это знаете, это спорный вопрос всех. Это как астрологи, которые еще дату рождения считают, а время рождения не любят нумерологов. Нумерологи не любят астрологов. Это знаете, что-то лично курица или яйцо. То есть здесь я работаю с тем, что мне дают. Вот даю вот эту дату. Если мне уточняют еще, допустим. Понятно. Если мы так по большому счету астрологически смотрим. То есть есть западная астрология, то есть солнечная, есть лунная. То есть лунная, вот я допустим рыбы по западному, по восточному у меня скорпион. Поэтому, ну, кто что, на что брать. И там трактовки совпадают, а здесь трактовки совпадают. То есть, в принципе, как я говорю, кажется, сходят сама по-своему. Понятно, да. Но на девятку вы похожи, да. Ну, работа такая. Спасибо. Большое, пожалуйста. Есть еще вопрос? Да, Елена вот хочет. Давайте. Константин, я слышала, вы читаете мантры? Да. Евгений проговорился. А вы можете сказать вообще, какие мантры вы выбираете? Из чего это исходит, вот этот выбор мантры? И какие вы там совмещаете или как? Хорошо. Понял вопрос. Но Евгений будет наказан за то, что проговорился здесь. Шутка. Смотрите. У меня есть посвящение в духовную традицию восточную. То есть я читаю маха мантры. То есть духовный учитель, когда посвящение проходит, то есть дается мантра, дается количество кругов, которые мы должны читать. Я читаю ее. То есть она духовная. То есть она не привязана, ну, она приход к Богу, то есть меня ведет. Есть мантры, которые описаны в книгах во второй. Там поднимание планет Солнца, Луна и так далее. Я как людям говорю, то есть вы можете ходить на танцы банально, а можете просто поднять энергию мантры. Выбирайте, что лучше. Но мантры я говорю тот уже в тени. Хотя бы знают, что это такое. Его не коробят от этого слова. Я как читаю. То есть как читать их, вы прочитаете. Но есть, например, мой личный опыт. То есть я читаю мантры. То есть сначала у меня идет основная маха мантра. 16 кругов. Сейчас с небольшим. Потом я читаю мантры, то есть какой день с ним. Ну, допустим, сегодня воскресенье. У меня с утра было два круга. То есть я читал мантры солнечные. Мантры солнца. Ом Джайрам. Ом Намогу Тераман Чандра. И тогда все зависит от традиций. В буддийских традициях примерно то же самое есть, но мантры немножко другие. Я, как всегда говорю, верит. Работает то, что вы верите. Ну, смотрите, можно вот вопрос. В интернетах везде написано, что, например, вы читаете мантру солнцу, луне, определенное количество дней. 30 дней в среднем. А вы читаете, если понедельник, то луна, воскресенье, солнце. Я понял вопрос. Лена, смотрите. Если мы прорабатываем планеты, то есть я понимаю прекрасно, когда мне приходит человек. У него планета с луной. И он в духовной традиции. То есть он понимает, что это такое, что нужно поднять. Я, да, говорю, для луны, по-моему, 28 дней. Вы читаете эту мантру, выбирая два-три круга каждый день. Это проработка планеты. То есть мы работаем с ней, мы работаем с этой планетой. Помимо мантр, еще желательно распечатать божество, смотреть на него. То есть вот эти пять чувств может задействовать. Мы читаем мантры, мы слух задействуем, мы на четках читаем и злее оседание. Мы когда смотрим, как его, зрение, то есть эфир мы задействуем, когда мы слышим то, что мы говорим и так далее. Чем больше будет включение, тем больше, как говорится, заходят мантры нам. То есть это для проработки. Если я понимаю, что у человека проблема с Сатурном, это тяжелый период, я ему даю Сатурн на 40 дней, и он по шесть кругов ее читает. Это да. Но если человек хочет, приходит с запросами, то есть я хочу, допустим, забеременеть. У меня не получается. Да, вот то, что я не сказал, еще помните, где пять пунктов, то есть семя мантры. То есть я даю людям, которые не могут, но которые хотят, я вижу, что у них потенциал есть. Они могут. И ребенок в ближайший год там стоит, то есть мантры могут помогать. Вот. Я им даю вот это, это называется проработка. А так я читаю, но как дань уважения, допустим, к солнцу, к луне и так далее. Потом я читаю мантры Лакши, то есть богиня удачи. То есть я думаю, никому не помешает это все читать. Сарасплати, конечно. Ну там по кругу уже, но в любом случае здесь вы можете выбрать свои. Поймите, есть проработка, есть просто дань уважения. Но мне так комфортно, я вот так себя чувствую, и мне вот так гармонично. Просто я сейчас практикую мантры, у меня поэтому вопрос этот интересует. Спасибо. Мантры, смотрите, вы можете еще, ну как по опыту, держать камни Луны. Либо лунный камень, либо жемчуг, если есть у вас, лаборадоры, ну все понятно. На левой руке у вас? На правой. Нет, давайте на левую перевешивать. Мы сейчас конфликт планет создали, то есть у нас, смотрите, у нас правая сторона, это солнечная, левая сторона, это лунная. То есть вы сейчас на свое солнце посадили Луну, вы сейчас свой огонь заливаете водой. Ну это как это? Понятно. Лучшая левая рука. Все что касается, это уже, это вот, у меня недавно был семинар по камням, я учил людей, поэтому если вы что-то не знаете, лучше спросите. Я понимаю, что вот смотрите, лучше дело, чем не делать. Если вы не знали, и так прокатить. Но если это делать правильно, то есть лучше на левую руку. Но здесь вы смотрите, вам тоже должно быть комфортно. Если вы сейчас на левую оденете, он вас может реально перегрузить. Если вы сейчас пойдет лень, тяжесть там, затылки, вам ничего неохота делать, и вы ляжете, и подняться не сможете, тогда давайте на правую. Потому что женщины, смотрите, они в основном выбирают интуитивно, куда вам нужно лечь. Здесь сейчас на левой, давайте по-простому скажем. Катя, вам нормально вы себя чувствуете, на левой значит нужно. Вот. Для мужчин, смотрите, вот это вот правило, то есть оно есть. Есть еще такой момент, в аюрведеум проходит. Если вы хотите что-то улучшить, вы одеваете на правую руку. Если вы хотите что-то уменьшить, одеваете на левую. Ну, моя рекомендация пока на левой, посмотрите. Вот. Вы в нем спите или нет? Да, я все время в нем хожу. Я обычно не рекомендую спать в дни. Потому что его можно под подушку, он будет на вас влиять. Потому что, смотрите, вы вот эту энергию подаете постоянно. То есть то, что с нами соприкасается, дает эту энергию. Поэтому на ночь я бы рекомендовал снимать. Я обычно всем рекомендую, разоружайтесь, польцы снимайте, особенно спаси и сохрани. Если носят, снимаем все и гармонически с утра одели, опять пошли. Вот здесь, да, вы можете брать в руку и типа он у вас будет там хранить. Но при чтении мантр это обязательно. То есть не глушите свое солнце луной. Вот это будут конфликты. Понятно, спасибо большое. Если это нюансы, вот они такие, но они есть. Если что, всегда кто-то помогать тем людям, которые сами готовят помощь. Я читала мантру солнцу, и меня зашкаливало так, чтобы мне пришлось прекратить ее. Но это она, значит, вам не подходит. Может, по какому мантрам читали? Да. Ум, храм, хрим, хрум. Ну все понятно. Но они считаются сильной мантры. Смотрите, здесь по мантрам тоже. Можно проводить отдельный семинар, поверьте. Мантры есть специально для поднятия энергетической планеты. А есть мантры божественные. Допустим, если мы, давайте в традиции вот этой восточной, как я описывал, есть, допустим, семь воплощений Вишни, то есть Бога. То есть он приходил в разных. То есть он приходил как Рама, он приходил как Кришна, он приходил как Вамама, ну и так далее. Есть более мягких воздействий. Если вы читаете чисто на планету, на солнце, вот это храм, храм и так далее, то есть вы поднимаетесь из солнца. А может быть, вот это солнце поднятое, оно у вас так шкалит. Шкалило. И вы его сейчас уделите, и вас он начнет разрушать. Поэтому если вы хотите читать мантру солнцу, читать Омна Моб, Гагавате Раман Чандрая, она знает, что вас поднять, что вас отпустить, она вас гармонизирует. Потому что с мантрами тоже не просто так. Да, я поняла. Это на самом деле. Я как экспериментирую. Особенно не рекомендую читать именно ведические астрологи, которые в теме, именно по поднятию планет. У меня наглядный пример был, он сам про себя рассказывал. Есть буддийский астролог очень хороший, потому что он периодически интервью проявляется. У него планета слабая. Он по глупости читал планету, луну, по-моему, поднимал. Поднимался до того, что у него одно легкое окно. Короче, операция на легкое и так далее. Поэтому можно сделать и себе не очень хорошо. Поэтому целый, как бы, есть в астрологии. Вот у меня книжка есть про мантры. То есть там что нужно, как нужно. Там на каждую планету, там не зря их мантры очень много написали. Поэтому она подбирается в реальный идеал. Спасибо большое. Вы чувствовать должны. Но про планеты, вот я очень часто слышу. По кольцам, по камням тоже. То есть есть планеты дружественные, есть недружественные. Допустим, если вы синие камешки носите, допустим, на пальцы Солнца, то это тоже конфликт помет. То есть вы, кто вот этих традиций знает, Шани, допустим, Сатурн, сын Солнца. То есть они враждовали. То есть это тоже конфликт помет. Поэтому, на самом деле, нюансов очень много. Мы поэкспериментируем. Но если будет желание, вы потом мне напишите, с впечатлениями поделитесь. Мы еще подкреинвестируем что-то. У кого есть еще вопросы? Я могу говорить очень много. Мы здесь сможем с вами остановиться. Да-да-да. Ну, уже два часа. Пойдем на работу вместе. Я думаю, надо потихоньку заканчивать. Рад был, что меня послушали. Если будут какие-то вопросы, здесь уже можно через такую же беседу. Вы там с учителем компилируетесь. И по вопросам мы поговорим. Если будут какие-то вопросы по техникам, которые у меня, я за то, чтобы сами с ним разобрались. Я почему сразу говорю, в легкую выкладываю все. По первым моментам я это все услышал у Серебряковых. Либо в восьмом, либо в девятом году. Я обратился к нему. Сергей Васильевич, Владимир Владимирович. Расскажи, как? Николай, не скажу. Прошлось со мной копаться. Но благо я от того, что он мне сказал, я сам копался. Я знаю, тема досконально. Если бы он мне сказал, то я бы и не знал. Поэтому, чем вы будете практиковать сами, тем больше у вас появится опыта. И тем, как говорится, как меня отец учил. Теба ночью разбуди, ты таблицу умножения должен знать сразу. Вот это будет и цикла вот так вот. Поэтому, когда вы сами начнете практиковать, вы это все поймете, как это работает, в каких аспектах и так далее. Я всегда придерживаюсь нашего любимого Владимира Васильевича Нагеева. Он сказал фразу, которую я тоже изучу. Из 10 учеников ваша система будет работать у девяти, у одного она не будет вообще работать никак. Поэтому у девяти это может работать, у одного никак не будет работать. И на самом деле я это тоже вижу. Вот как по мантрам. То есть, у одного это может работать, а у второго это не может. То есть, глушить в этом плане и так далее. Вот. Рад, что послушали. Счастья вам. Хороших выходных. Ну, до свидания. Успехов, удачи. Рад был служить вам. Счастья, успехов и всего, что вы сами себе пожелаете. Спасибо, спасибо. Евгения Франция. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Мы тут ждем, пока вы все отключитесь, а мы вдвоем останемся. Нажимайте как раз на кнопочку завершения. Нет, Виктория, у вас микрофон выключен. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я сориентируюсь в кнопочках и быстро выйду. Подождите секундочку. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Еще кто-то, да, остался? Четыре. Так. Еще. Ага. Я знаю, что надо сделать. Так. Все, мы с тобой. Все. Это я отключил, да. Потому что кто-то, видимо, забылся. Может быть, кто-то уснул, наверное. Так, я сейчас запись выключу секунду.